ПЕСНЯ Вы смотрите репортаж с конференцией «Информационная безопасность платежных систем PCI DSS Russia 2016». И сегодня в конференц-зал «Золотого кольца» отправляются команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. О чем говорят представители регуляторов, куда движется стандарт PCI DSS и что нового появилось в мире? Об этом вы узнаете прямо здесь и сейчас. Первая половина мероприятия посвящена безопасности в национальной платежной системе. О том, что сегодня предпринимает Банк России для защиты платежных услуг от вмешательства киберпреступников, рассказывает замначальника ГУБЗИ Артем Сычев. С нюансами безопасности в отечественной платежной системе МИР слушатели знакомят Игорь Голдовский и Василий Акулеский из АО НСПК. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому неотъемлемая часть конференции, конечно, дискуссия. И вот примерный список тем для споров на сегодня. Как сделать взаимодействие с Финсерд более эффективным? По чьим стандартам должна сертифицироваться отечественная платежная система? И куда должен двигаться отечественный рынок решений и услуг в сфере информационной безопасности? Все участники дискуссии – высокогласные специалисты с четкой позицией. Посмотрим, чья возьмет. Во второй половине мероприятия две основные темы. Первая из них – это новинки отраслевого законодательства, о которых расскажет представитель Центробанка. Вторая – обновленный стандарт безопасности индустрии платежных карт PCI-DSS. Обеспокоившись новыми угрозами, PCI-Cancel поспешил опубликовать обновленный стандарт на полгода раньше ожидаемого срока – всего месяц назад. Конечно, версия 3.2 обязательной станет еще не скоро, да и радикальных перемен она в себе не несет. Однако разобраться в массе деталей, например, касающихся защищенных интернет-протоколов, ведь в них недавно были найдены критические уязвимости, самостоятельно не так-то просто. Именно поэтому сегодня прозвучит очень краткий, но предметный анализ стандарта PCI-DSS версии 3.2. Леонид, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что именно изменилось в обновленном стандарте PCI-DSS версии 3.2? Ну, если мы проанализируем версию 3.1, предыдущую, и новую версию 3.2, то мы увидим, что каких-то революционных изменений регулятор нам не предлагает. В основном все новые требования касаются разъяснения того, что уже было. Я бы отметил требования обязательно двухфакторной идентификации при неконсольном доступе в область, где данные платежных карт обрабатываются и хранятся. Случилось так, что SSL стал небезопасным протоколом, а в стандарте до сих пор было написано, что он является безопасным. Пришлось выпускать версию 3.1, дополнительное разъяснение. Сейчас какие-то вот такие вещи убрали, исходя из опыта использования версии 3.1. Для меня наиболее интересной, самой главной темой, пожалуйста, является информационная безопасность национальной системы платежных карт. Требования по информационной безопасности, которые использовали международные платежные системы. Как их, в каком виде и чем они должны быть дополнены, в каком виде они должны быть использованы в нашей национальной системе платежных карт. Здесь достаточно много людей, которые очень глубоко и хорошо знают требования международных систем, я имею в виду PCI DSS. И недостатки и достоинства этих систем должны быть, безусловно, я считаю, учтены у нас при разработке национальной системы требований по информационной безопасности для платежей. Поэтому вот послушать экспертов в этой области было бы весьма полезно. В чем главные преимущества и отрицательность стороны стандарта PCI DSS именно в отечественных реалиях? Все-таки международный стандарт. Ну, преимущество, в первую очередь, в том, что формализованы, в общем-то, требования по безопасности к платежным системам. Понятно, да, что, так сказать, без наличия таких требований, сертификации по таким требованиям, говорить о безопасности вообще не приходится. Но для России, для России, собственно говоря, конечно, необходимы собственные требования такого сорта. Почему? Потому что PCI DSS так или иначе ссылается на международные требования к оборудованию, к производству криптографических средств. А в нашей стране принято, собственно говоря, полагаться на собственные требования на СКЗИ, требования к СКЗИ, к электронной подписи. И в этом смысле применение PCI DSS в прямую, в явном виде, оно, собственно, влечет вот такие вот ограничения по применению нашего оборудования. Можно ли сказать, что национальная система платежных карт более безопасна, более защищена, чем международные аналоги? Наша система в определенных смыслах, в части своего применения использована, естественно, является более защищенной, потому что она, как минимум, использует идеологию, которая делась на 20 лет позже, чем идеология международных платежных карт. Кроме того, она базируется на более сильной криптографии нашей российской, и поэтому применение наших российских стандартов делает ее более защищенной, по крайней мере, в рамках России. К сожалению, за рубежом мы должны пользоваться их стандартами, и поэтому за рубежом наша карта является равнозащищенной, а здесь, в России, да, технология более защищена. Вопрос сейчас стоит о создании требований к платежным системам, требований по безопасности, и, соответственно, они повлекут за собой создание требований к оборудованию. Нам, как вендорам, очень важно иметь грамотно построенную, грамотно выстроенную систему требований, системы сертификации для того, чтобы, собственно, создавать свое оборудование качественно. Участниками мероприятия стали более 200 специалистов. Подавляющее большинство из них – это представители банков и платежных систем. Также среди участников – регуляторы, QSA, аудиторы и другие специалисты. Все они собрались в «Золотом кольце» на мероприятии, которые многие из них называют не иначе, как «летняя сессия Уральского форума». Как там говорится? «Одно кольцо найдет всех, одно кольцо соберет всех». Да, ведь это как раз про сегодняшнее мероприятие. А мы завершаем наш репортаж. Спасибо, что следите за новостями мира информационной безопасности вместе с нами. Для вас работала команда ПИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. До новых встреч. Пока.